очень высокая грядка розума я нахожусь в Филяндино в имении жены в этом году она покрасила крышу здесь работал студент за полторы тысячи покрасил крышу металл там четырех миллиметровый поэтому надо заботиться о крыше хотя бы раз в четыре года знаменитая липа начала 19 века но теперь вернемся грядки розума высокой я собрал ее вчера из вот того леса ближнего мы выкинули старые бревна которые здесь лежали из ольхи диаметром от 12 до 6 сантиметров колышки снаружи и изнутри ну и с торца также здесь пять рядов тонких и здесь четыре ряда из более толстых лак которые на всю длину там где делали обновление ну в конце остался ящик из обычных досок мы сузили эту грядку она была вот досюда сантиметров на 20 шире сузили накидали земли побольше значит как устроена грядка розума есть на моем канале здесь в середине заложены бревна в середине грядки на всю длину и потом сверху накидана органика и с самого верха на поверхности плодородная темная черная земля дело в том что здесь участок был заброшен десятки лет росли вот такие вот заросли примерно высотой до полутора метров различные травы крапивы и все это дело улучшало плодородие почвы я здесь вырубил несколько деревьев сейчас покажу по просьбе жены вот эти деревья я вырубил здесь пять штук здесь ольху здесь стало светлее березы пока выжили этот участок будет сосед покупать поэтому я здесь поработал хорошо видите как светло стало здесь были залежи всякого мусора камни я отделил от дерева и здесь мы жгли большой костер надо собрала залу 5 ведер вот здесь два ствола я забрал у природы один отломился вот отсюда 2 пришлось рубить так уж похозяйничали мы и укрепили градку розума здесь я все утоптал пока ходил валил деревья была растительность вот такая вот какие-то кусты растут слива ну вот здесь такое обилие там по моему иван-чай выше меня ростом здесь калитки нет потому что нет кого закрываться здесь я прошлый раз собирал облепиху очень вкусная ягода привез себе на свой участок красную горбатку здесь будут посажены кабачки это самое низкое место поэтому грядка здесь очень высокая чтобы корни не получали избытки влаги а до влаги они доберутся здесь даже вот канавки прорыты для отвода излишней воды с вами был Николай Палыга из Филляндины как я это застил вакен agora вот 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 вот